Итак, мы в гостях у сотрудников Института радиобиологии, центрифужная комната, и давайте дойдем посмотрим. Добрый день! Добрый день! Для пробоподготовки в биохимических исследованиях используется большое количество оборудования. Одно из них это центрифуги. Есть достаточно низкоскоростные, в данном случае это на 8000 оборотов. Можно здесь через защитное стекло заглянуть, увидеть ротор и гнезда для пробирок. Есть ультрацентрифуги, которые разгоняются до 100-150 тысяч оборотов в минуту. Применяются для разделения любых форменных элементов крови или составляющих клетки при разделении гомогената. Если мы хотим разделить клетку на отдельные компартменты, выделить отдельное ядро или митохондрию, или какие-то микросомы, то для этого используется дифференциальное центрифугирование на ультрацентрифугах. Вот этот японец может развивать скорость до 150 тысяч оборотов в минуту, что позволяет любые клетки разделить на их составные компартменты. Если выделяем те же составные части эндоплазматического ретикулума, то при таких оборотах он будет образовывать визикулы, которые называем микросомы. Они могут содержать различные вещества. В данном случае здесь не используются стеклянные проверки. Здесь нужны либо полимерные материалы, либо тефлон тот же самый. Можно использовать еще специальный из медицинской стали. Стекло не выдерживает и всегда трескается. На мониторе мы видим, мы можем выставить скорость, видим время, температуру, которую можно задать. И он также может посчитать количество оборотов за проведенную работу. В данном случае мы видим 166 на 10 в шестой степени. Итак, для определения составных молекул, каких-то образцов, у нас самый современный метод разделения и определения это хроматография. Вот у нас есть красивенный хроматограф, Аджелент. Это в основном производство Германии. В данном случае у нас хроматограф жидкостной. То есть он работает с теми веществами, которые термически неустойчивы, которые нельзя, например, до высоких температур нагревать. Поэтому образцы все промываются специальными растворами. Вот сверху у нас выставляются бутыли с элюентами. Это так называемые промывочные растворы. Те, которые будут проходить, в которые будет подаваться наш образец. И они будут проходить через разделительную колонку. Сама система достаточно простая. Растворы для промывки подаются специально, очень строго дозировано в автосамплер. Вот этот наш блок. Автосамплер, по сути, есть робот. Это механическая игла, которая делает забор образца. В данный планшет, вот здесь на 110 образцов, вставляются виалы. Вот такие маленькие, есть еще меньше сосуды. Со специальной крышкой, в которую вставляется одноразовая мембрана. По сути, резиновая прокладочка, чтобы не попадал воздух или пыль. Выставляете образцы, запускаете автосамплер. И вот эта механическая игла, здесь можно немножечко увидеть часть. Сама будет брать образец. Очень строгий объем. Обычно это 0,1 мл. Иногда 0,01 мл. Что, в принципе, позволяет исследовать образцы в крайне незначительных количествах. Все это подается в специальный блок. Это, по сути, смеситель. Здесь его не видно будет, где смешивается элемент и образец. Далее, они подогреваются и отправляются через вот такую тоненькую колоночку. Это, на самом деле, не проволока. Это полая трубка, внутри которой стенки покрыты сорбентом. Через термостат проходит в колонку. Вот эта металлическая, стальная должна быть трубочка. Она наполнена сорбентом. Это либо оксид кремния. В некоторых случаях это может быть мел. Иногда специальные сорбенты для конкретно взятых веществ. Если у вас какая-то органика полярная, сорбент может быть полярным. Органика не полярная, сорбент тоже может быть не полярным. Подбираются колонки под те вещества, которые вы исследуете. И здесь начинается разделение. Вещества в зависимости от полярности, от конформации, от молекулярной массы. Будут разделяться. То есть, та смесь, которая была в образце, будет разделяться. И они по очереди будут выходить из другого конца колонки. И подаваться по тонкому проводу в спектрофотометр. В принципе, могут быть и фотоколориметры, спектрофотометры, флуориметры. Господи, что у нас еще там? Различные приборы, которые фиксируют то вещество, которое попало. И одновременно определяют его концентрацию. По сути, можно или количество, или концентрацию в данном образце. Здесь, безусловно, ничего видно не будет. Поэтому вся информация и по хроматографу, по его работе, его настройке и работе спектрофотометра подается на монитор. Запускается специальная программа. Вот же лента свои, лицензионные. Где вы, по сути, будете видеть график, напоминающий кардиограмму. Будут появляться пики. Каждый пик – это есть конкретное вещество. По величине пика, по его площади, можно рассчитать концентрацию вещества. Хроматография применяется для анализа смеси веществ, лекарственных препаратов, аминокислот, стероидных гормонов и многих других веществ. Метод позволяет определить подлинность, чистоту и провести количественный анализ многокомпонентных лекарственных средств. Для хранения образцов очень часто приходится их замораживать. Для этого есть специальные холодильники, которые могут охлаждать до минус 80 градусов. Если заглянуть, мы, в принципе, увидим только лед. Но температуры крайне низкие. Образцы могут храниться несколько месяцев, некоторые несколько лет. Сколько? Минус 80. Лаборатория нашей кафедры. Давайте заглянем, что там. Здравствуйте. Еще раз. Итак, для определения концентрации или каких-либо скоростей каталитических реакций часто используются фотометрические методы. Вот здесь помогает фотокалориметр или могут быть спектрофотометры. В данном случае у нас фотокалориметр однолучевой. Сюда в данное гнездо вставляется кювета с исследуемым раствором, закрывается и выбирается программа, которая нас интересует. Мы можем просто выбрать фотометрию, определить длину поглощения спектра или определять концентрации. Можно его программировать на конкретно взятые методики. То есть, то, что изучается в лаборатории достаточно часто, запрограммировали, и лаборант может быстро выполнять много исследований. Итак, очень скоро вы узнаете, что для изучения ферментов часто необходима точно выставленная температура окружающей среды. Скорость ферментов от этого напрямую зависит. Вот для данных измерений у нас используется термостаток, куда можно поставить чашку петли или пробирку с исследуемым раствором, и при конкретной температуре она будет там находиться, выдерживаться. Можно так определять скорость ферментативных реакций. Двойные двери и выставление температур. В данном случае на мониторе температура показывается реальная. Здесь мы можем увидеть та, которая должна быть. Температура дойдет до выставленной и может держаться несколько суток. И не забываем сделать три шага. Первое. Поставить лайк, если вам понравилось видео. Напишите свой комментарий под видео. А также, если вы еще не подписаны, то подпишитесь. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok